Бедные Челны. Так, о местном хоккейном клубе отзываются не только в Автограде, но и в других городах России, с командами которых желто-синим приходится встречаться на льду в рамках первенства высшей хоккейной лиги. В течение многих лет у городской команды по хоккею проблемы с финансированием. Ежегодно встает вопрос об участии спортсменов в играх первенства. Нынешний сезон не стал исключением. Задать вопросы о финансовом состоянии и настроении царящим в клубе нам удалось к главному тренеру хоккейного клуба Челны Айдару Мусакаеву. Интервью с ним записала моя коллега Эльмира Гайнудинова. Айдар Юнирович, здравствуйте. В городе упорно уходят слухи о том, что скоро Мусакаеву некого будет выпускать. Хоккеисты разбегаются из-за финансовых проблем клуба. Правда ли это? И каков долг клуба перед игроками? Ну, наверное, неправильно так будет говорить, что разбегаются ребята. Просто мы, наверное, в силу наших финансовых затруднений не можем, наверное, пригласить ребят, которые, скажем, могли бы выполнить задачи, побороться за призовые места. Ну, работаем мы по остаточному принципу уже который год. Ребята приезжают. Сначала проезжают все клубы лиги в других клубах. Потом, где их не берут, они оказываются у нас. И, соответственно, ну, поэтому где-то, наверное, может и уровень такой. Плюс у нас ребята молодые. Опять же, в силу того, что у нас мы не можем составить, наверное, конкуренцию в оплате труда ребятам из других, как и в других клубах. Поэтому к нам едут, ну, ребята помоложе, у которых запросы не такие большие. Задержек особо-то нету по зарплате там, да. Ну, долги за прошлый сезон у нас остались по премиальным ребятам. Вот. Это тоже накладывает определенный отпечаток, потому что хоккейная почта очень быстрая. И, соответственно, если в клубе не все так очень хорошо, то, ну, ребята взрослые, которые женатые, семейные, там, да, соответственно, не едут к нам. Есть информация, что хоккеисты не получали зарплату за три месяца. Это правда или нет? Нет, это неправда. Это неправда. Зарплата, повторюсь, выплачивается. В этом году с нами вообще, ну, вот сколько я работаю, 12 лет. Ни разу, ну, никто не встретился с командой, не объявил задачи. То есть, как бы, такие ребята тоже ходят, спрашивают, а что у нас, как? Ну, такая какая-то пространство. То есть, мы выходим, работаем, играем для болельщиков, для города. А как бы сказать, что, ну, внимания городских властей, наверное, такого нету, как раньше, может, было там, да. Да, как бы, повторюсь еще раз, хотя бы встретились с ребятами кто-то из руководства города, там, озадачили как-то, да. За счет чего сейчас живет хоккейный клуб «Челны» и как обстоят дела с поиском спонсоров? С поиском спонсоров я не знаю, как обстоят дела, не ко мне вопрос, наверное. А за счет чего? Это, конечно, попечители, которые нас поддерживают. Наиль Гамбарыч, естественно, так же. То есть, не без его участия это все происходит. За ряду, спасибо большое, клюшки нам выдают, хорошие сейчас привозят. Вот, ну, наверное, вот так вот. И плюс работа всего коллектива, начиная от руководителя, заканчивая последним хоккеистом. То есть, все трудятся, все молодцы. В сентябре хоккейный клуб «Челны» не поехали на соревнования на Кубок Саратовской области из-за отсутствия финансов. Скажите, как это вообще влияет на имидж города и на имидж команды? На имидж города не знаю, как это влияет. А то, что по поводу клуба, конечно, было неприятно, когда из Саратова позвонили, сказали, почему вы вроде договоренности были. Все там приглашенные клубы были, и мы отказались из-за финансов. Неприятно это, конечно, это не создает хорошее впечатление о клубе. Ну, надеюсь, это уж не отразится так сильно на будущем. Какие шаги для исправления ситуации предпринимаются на уровне города и на уровне клуба? Ну, это, наверное, не ко мне опять же вопрос. Проблемы как решаются, это, наверное, директору, президенту клуба. То есть, у меня работа здесь с ребятами на льду, на земле. А какое настроение у игроков из-за сложной финансовой ситуации в клубе? Ну, конечно, не очень хорошее. То есть, ребята ждут, что все улучшится. Взять, если по всем годам, то, в принципе, у нас долгов-то не остается. Клуб закрывает все долги перед ребятами. Но это происходит там летом, в августе, в июле. Еще раз также скажу, что у нас небольшие заработные платы по сравнению с другими клубами. Айдар Юнирович, спасибо большое за интервью. Желаем вам успехов, удачи и побольше побед. Спасибо. Приходите на хоккей, болейте. Болейте за наш клуб. Надеюсь, у нас все будет хорошо сегодня с тем.